Богатейшая женщина России Лена Батурина объявлена Калмыцким судом в розыск в рамках бесконечного судебного разбирательства с ее братом. Правда, Виктор Батурина уверяет, что не имеет к этому отношения. Чем может закончиться нынешняя атака на Батурина, предпринятая после смерти ее влиятельного супруга Юрия Лушкова? Такое решение принял мировой суд Калмыкии. По уголовному делу о клевете его возбудили осенью по заявлению финансово-управляющего бизнесом брата богатейшей женщины России Виктора Батурина. Ренцен Манжеев пожаловался на то, что во время судебной тяжбы с братом в Австрии Батурина заявила, что Манжеев проходит подозреваемым по делу, связанным с получением доступа к ее средствам с помощью поддельных документов. Судья объявила Батурина в розыск, поскольку она уже пять раз не являлась в суд, а письма, отправленные по месту ее регистрации в Москву, вернулись обратно. Защита Батурины назвала объявление ее в розыск очередным этапом рейдерской атаки со стороны структур А1, использующих ее давнего оппонента Виктора Батурина и его необоснованные требования. В А1, в свою очередь, заявили, что никакого отношения к постановлению о розыске не имеет, комментирует директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Селин. Озвученная стороной госпожи Батурины ее доверенными лицами, версия, она почти на 100% или вообще на 100% имеет место быть. То есть речь идет о новой попытке атаки на госпожу Батурины ее активы со стороны структур, которые связаны с братом. Это заметно по территориальной юрисдикции суда, который вынес решение, по почерку, по тему, инструментам, которые применяются. И реальная цель всей этой истории – это активы Батурины. Как и 10 лет назад, и больше 10 лет назад, когда у нее возник конфликт с братом. Единственное, в чем здесь может быть политика, это то, что новый раунд атаки начался после смерти ее супруга, господина Лушкова, который, в отличие от Батурины, обладал гораздо более весомым, аппаратным и политическим капиталом. Как только супруг ушел из жизни, госпожа Батурина лишилась этого ресурса и получила новую атаку. И основная интрига – как она будет эту атаку парировать. Потому что все предыдущие годы ей помогал статус и вес ее супруга. А вообще, какие, в принципе, для нее могут быть последствия от всей этой истории? Дело, по которому она была объявлена в розыск, это дело не имеет отношения к имущественному спору, но сделано для того, чтобы осложнить ей жизнь. Заключение по стражу ей не грозит, потому что там та форма и то дело, по которому заявлено. Единственное, что сейчас ей грозит, то, что ее найдут полицейские и принудительно доставят на слушание по этому делу. Там ясно, лучше откуда торчатся, потому что вынес решение калмыцкий. Тут господина Батурина и его брата очень сильные позиции. Ну, потому что у него партнеры. Поэтому проекту по боданию спожи Батурина, они оттуда и не последние люди в республике. По-хорошему, грамотные адвокаты, они позволяют парировать подобные претензии. Но следует понимать, что будут новые подобные атаки, которые госпожи Батурины просто будут портить существование. Павел Селин. 12 лет назад Виктор и Елена Батурина подписали соглашение о разделе активов. Через два года Виктор заявил, что сестра не передала ему обещанную дуль. В ответ «Энтека» выступила заявлением, которым использовала слово «воровство» при описании деятельности Батурина в компании, напоминает «Форбс». За последние 10 лет Виктор Батурина участвовал в более чем 10 судебных тяжбах, связанных с компанией «Энтека Менеджмент».